так вот семье получается много пчел а взятку нету что они будут делать правильно они будут роиться потому что у них возникает роевая пчела вместо того чтобы собирать мед они начнут роиться и вот в августе месяце получаете роение семей такая вот штука семьи которые на взятки работали хорошо они после взятка потрепанные значит они роиться не будут они будут заниматься чем правильно выживанием им надо выжить а вот теми которые на взятки работали плохо по ним сразу видно которая семья дала 30 литров меда та роиться скорее всего не будет а та которая дала меньше 30 литров вполне возможно будет роиться вот качайте мед на карандаш такие семьи раз плохой взяток был семьи мало меда значит потенциальный клиент на густовское роение вот сейчас осмотрю улей рамочка пустая пчелами не востребованная значит мы ее в сторону и будем подставлять матки под засев в этот или если надо если надо заберем в чужой улей потому что не у всех ульях есть пустые рамки так тоже рамочка пустая вытаскиваем пойдет под засев матки с этой стороны значит матка улье не работает она работает с той стороны тоже пустая рамочка можно забирать матки под засев это уже рамочка с медом значит ее оставим так что не забывайте про густовское роение тоже всеми которые плохо поработали их надо на отдельно на карандашики смотреть чтобы они у вас часом что они сделали правильно не встали посреди августа месяца на лыжи бывает такое вот недавно дня два назад мимо меня какой-то рой такой крупный хороший прошелестел неизвестном не направлении но в августе месяце пчелы начинают роиться раньше такого не было сейчас погода такая опять же подсолну гибрид цветет мелко мало вернее и получаем такую вот ситуацию густовское роение так вот видно рамочка недостроенная но в августе месяце они уже ее строить толком и не будет там на ютубе рассказывают что в августе месяце пчелы рамки отстраивают все такое но честно говоря любая работа в улье над чем-нибудь это идет в ущерб другой работе над чем-нибудь если они у вас стоят суты значит они делают какой-то другой работы меньше значит их меньше летает за медом их меньше выращивает расплод потому что они заняты на постройке сотов поэтому я бы сильно не радовался что они в августе прям так хорошо соты строятся ну и для того чтобы они строили соты надо что надо взяток которого уже нету ну вот начались рамочки с расплодом и теперь считаем сколько у нее рамочек с расплодом у этой семьи одна рамочка расплоду мало ну после выкачки меда гнезда могут быть не упорядочены поэтому наша задача сейчас их упорядочить привести в божеский вид потому что когда качали мед эти рамки вставляли быстро 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 могли ошибок наделать сейчас их надо исправить опять же рамочка с расплодом матка ходит медленно не бегает по сотам подхудавшая уже то есть что они эти кладочку начинают сбрасывать маточка не бегает по рамкам ищет место под засев так но этой подруге место под засев должно быть если нету мы и поставим пустую рамочку вот засев вот так вот сушнинку есть раз туда и пусть она себе засевает ващинка недострой здесь она уже отложила с этой стороны яйца все значит пошла рамочка под расплод засеяла пустинку с этим понятно еще одна очень сильная ошибка большая которую делает пчеловоды это запасы меда потому что чтобы вырастить расплод нужен мед и меду надо много вот мы сейчас предыдущую семью осматривали там меду было много на эту семейку осматрив а тут меда и не очень много так вот опять же так бывает что вы выкачали мед выкачали поздно выкачали много и лишнего и им ничего не оставили и вот они в августе месяца вас сидят без меду все опять все в расплоде есть меду у них нету если учел нету меда значит что они делает они переходят в эконом режим начинает выращивать меньше расплода опять же что расплода у вас не будет значит что у вас пойдет слабенькая семья в зиму со всеми вытекающими последствиями вот какие-то мисочки проверяем на маточники августовские тут нет но эта семья хорошо работала тут не должно быть таких проблем значит смотрите меду после взятка они подсолнув закончился меду я нету что надо сделать надо им дать меду вернуть тот мед который вы забрали вот видно пошла рамочка с медом расплоду нету дальше пойдут медовые рамки без расплода это уже как пит дач потому что если у семьи мало меда что она делает она не выращивает расплод значит вы забрали лишнего вот так неудачно так получилось а бывает что пчелы просто этого меда пустая рамочка под засев ей прикидаем сюда пусть засевает сюда яйца дальше идут тоже пустые рамочки и у этой семейки маловато меда им надо перебросить меда вот сейчас мы пойдем к первой семейке этим товарищам рамочки под засев маточки поставим заберем их пустые рамочки которые тут у них были в избытке а там возьмем две рамочки с медом поменяем и местами сюда рамочки с медом потому что в этой семье их не хватает меда на той семье не хватает место под засев и вот рокировочку сделаем сюда рамки с медом туда рамки сушки и заодно там пополним корма тут дадим место под засев вот они рамочки две штучки я тогда их заметил забираем и в ту семью раз рамочка с медом два рамочка с медом забрали сюда им сушнинку под засел раз сушнинку под засел два и все этих товарищей прикрываем у этих товарищей меда маловато им рамочку раз с медом и им рамочку два с медочком медочком залита практически вся рамочка светленькая и все решили эту проблему закрываем потому что начинает нервничать семье должно быть сейчас не меньше 6 килограмм меда это 6 это мало но с учетом того что взяток какой-то поддерживающий есть они что-то там себе принесут хотя бы чтобы было 6 килограмм меда если видите что меньше 6 килограмм значит надо обязательно дать мед восполнить запасы уже осы появились все хорошо у нас в нашем датском королевстве и вот видите как получается после взятка одна семья вот эта первая принесла много меда залила местом матки под засев не дала значит у них меда на зиму в принципе даже вполне достаточно расплоду маловато а по семье наоборот там расплода больше но там нету меда потому что что матка забросала яйцами гнездо челы тут же приземлились уже перестали летать за медом потому что надо воспитывать расплод сели на расплод и меда принесли меньше вот вроде две семьи 2 улья 20 рамочных одинаковых семьи по силе в принципе одинаковые ну вот разное у них поведение тут меду достаточно но меньше расплода а там расплода больше но нету меда и вот это дело надо регулировать ребятки потому что можно остаться и без меда и без расплода так упорядочили мы тут гнездо теперь нам эта половина улья уже не нужна значит что делаем закрываем им тут ли точки это половина улья нам уже не востребованы взятком у нас уже не будет половина улья нам не надо нам достаточно на август месяц на 8 только половина улья ну то есть нам достаточно двенадцать-тринадцать-пятнадцать рамок больше нам не надо а улей у нас на 20 рамок вот ту половинку закрыли чтобы твой воровки не шастались сейчас воровки еще нету много но уже начинает появляться уже и осы начинает появляться еще не их время конечно но уже есть ну а тут ли точки сокращаем на проход двух пчелок скоро воровство и чтобы наши семьи не побили мы им немножко ли точки под закрываем вот сейчас мы смотрели два гнезда и видно что у пчелок очень мало пыльцы в рамках летом бывает по 4 по 5 рамок пыльцы в рамках ну то есть перегиб а сейчас практически нету почему нету потому что они не собираются выращивать много расплода а пчелы приносят пыльцы столько сколько они планируют потратить в ближайшее время вот видно ульях пыльцы очень мало значит что яйцокладка сокращается пчелки не собирается выращивать много расплода чувствует осень готовится к осени готовится к зиме расплод не планирует выращивать но сегодня было вот такое видео ставим лайк кому понравилось и не забываем передать привет моим мохнат неким чудовищем